Ты напиши мне Ты напиши мне Напиши мне Ха-ха-ха Я только что вдруг осознал то что вы уже даже не знаете для чего я снимаю Думаете что за не штатное видео А мы делаем домашнюю студию в Санкт-Петербурге Где живет Максим Козлов Флой Мамедов Помните мы недавно в одном из видео говорили То что мы собираемся сделать домашнюю студию Даже на эту денежку собирали Сегодняшним днем Вечером в 23 с копейками Я уезжаю в Санкт-Петербург Почему все ржут надо мной? Мне так это не нравится Я иду и разговариваю с вами И над этим смеются Это разве нормально? Они до сих пор идут и ржут Люди не привыкли к тому что кто-то идет с камерой На вытянутой руке и разговаривает Я вам все равно скажу куда я иду Я иду за их крепежом Красиво оделся чтобы купить красивый крепеж Вот конкретно вообще все ржут Вы не видите но реально все ржут Что делать не знаю Я Максим и еще Максим А мы идем и еще мы идем за болтами Подвигай Сейчас двигаю Нет ничего не меняется А так что-нибудь видишь? Угу Да я тебя вижу Вот видишь какие уголки есть А вот Макс огонь смотри Да вообще не огонь Как не огонь? Короче Макс меня убедил Уголки не огонь Берем Берем нормальные уголки Макс я забыл штативик Ну ты конечно очень Покажи еще раз Максим траву выращивает Растет Хорошо получается Максим Молодец Сегодня это уже третий магазин В котором я захожу чтобы купить Одну маленькую гаечку И Ух Нету Смотрите вам сейчас что покажу Мне кажется вы просто удивитесь Это не я это свет сам включается В смысле это не видеомонтаж понимаете да Вообще просто Высокость всех высоких технологий Планы какие сейчас у меня? Собрать полностью рюкзачок Доделать видео Прикиньте еще одно нужно Помыться и бежать в поезд У нас есть работа для вас Записал видео Осталось покушать Собрать сумку Помыться и просто Бежать Оке конь на вокзал А еще же надо смонтировать Ооооо Тогда все спите Я просто понятия не имею Буду держать вас в курсе событий Субтитры сделал DimaTorzok Не зря я сегодня думал, дай кабинет сделаю днем, пока я здесь около вокзала хожу В итоге я мало того, что забыл свой электронный органайзер И в смысле не забыл его, забыл туда закачать всякие фильмы и подобные сериалы Так я еще и наушники, короче, забыл Я так бегал, что забыл наушники А это чуть ли не основная моя жизненная потребность Так что буду дома идти теперь в Москве или в Питере купить наушники Всем до завтра Я приехал на Казанский вокзал Нашел уже наушники, точно такие же, которые были у меня Нашел их недалеко отсюда, где-то, наверное, в километрах двух В Евросети, сейчас хожу за ними, за такими же наушниками Куплю их и вернусь обратно на Ленинградский вокзал У меня с собой килограмм бананов и сыр Я их буду впитывать в себя, наверное Шел по улице и угадайте, что нашел Крепеж, крепеж, Маркет Вчера полдня я стратил на то, чтобы ходил в разные там какие-то магазины Искал эти дурацкие гайки И просто тупо шел за наушниками в Москве Смотрю крепежный магазин, думаю, а что бы нет Зашел и гайки 1,4 дюйма Это то, что нам нужно было В общем, я теперь что хочу сказать Это самое, верьте в свою мечту, у вас все сбудется Таблетки от тебя, не панацея Доктор прописал сегодня, не вставать с постели Все в округе, будто слетели с катушек Эти отговорки уже противно слушать, как 100 и 100 А может 50-50 пальцем у виска Так сильно не крутите, лучше крутите в танце Своё тело То ли я дурак, то ли лыжи не идут Ленинградский вокзал и Москва Октябрьский Это разные вещи Потому что я так понимаю, что это одно и то же Но я пришел сейчас на Ленинградский вокзал И тут нет моего В смысле билет мой есть, но тут нет моего поезда 258 Ну вот вообще непонятно, что это 258 Говорю охраннику, слушай мужик, помоги, я что делать не знаю Потерялась я в итоге, он говорит, смотри парень 258, самая первая строчка В общем посмеялись мы с ним В итоге это одно и то же, я все правильно понял Москва Октябрьский и Ленинградский вокзал это одно и то же Подхожу к вагону, говорю, вот в общем вам билетик с паспортом моим Она такая смотрит недоуменно Я понимаю, что что-то не так И она такая смотрит так, глаза скосило Так это девятый вагон Ой, в смысле не девятый, а двенадцатый Ой, я опять прошел Уже два раза прошел Добрый день Открывайте свой патчпорт Патчпорт? Патчпорт, ага Владимиром, все два Так, да, Питер, двенадцать Проходите, пожалуйста, у вас 30-е место Спасибо Я прошел таки Приехали На самом деле нет Благом Пол пути, наверное, проехали мы только Я очень сильно устал ехать Хотя вот ничего не делаешь, сидишь как этот Но я прям вообще изнемог Хотел дороге монтировать видео Но это нереально, абсолютно Во-первых, у меня нет на компьютере интернета В дороге Иначе нет музыки А без музыки что-то как-то нет вдохновения А на телефоне, интернет, причем всю дорогу есть практически Я смотрю на YouTube всякие там разные видеоматериалы Но что-то я стал смотреть видео Вот дома такого нет почему-то Дома, когда сидишь на диванчике, так тебе удобно И хорошо сразу все становится А здесь как-то все очень тяжело Ладно, хорош ныть, поехали в Питер Всего доброго Есть две новости Новость номер один Приехали мы ровно на час раньше, чем я того ожидал Новость номер два Туалет закрыли на час раньше, чем я того ожидал В общем, как-то это самое Новость номер три И в Питере дубачелло Только что терминал зажал мне червонец И не отдал мне его И я такой думаю, ничего себе ты злой какой Ну и казалось бы, это повод, чтобы расстроиться, да? Но нет До этого он у мужика зажал двадцатку И выходит, что я еще как бы нормально Не сильно, скажем так, попал Вот теперь я готов глаголить прям целиком полностью Итак, я пока ехал, я вот что понял Я же еду сюда не развлекаться Это же командировка Вы помните, для чего я сюда еду? Я еду, чтобы мы с Максом здесь собирали новую домашнюю студию А почему мы можем ее собрать? Так потому что вы нам помогли В итоге инициаторами всего этого действия являетесь вы Это ли не чудо? Давайте по-честному Мы где-то по нашим расчетам нужно около двадцати пяти Собрали мы на сегодняшний день с вашей помощью тринадцать пятьсот Это вы помогли Это благодаря вам у нас будет новая красивая студия Потому что вы смотрите наше видео Это будет приятнее вам теперь Но смотрите, честно говоря Мы сейчас не можем довести прям совсем до логического какого-то До какого-то логического завершения До логического конца Не можем довести это дело Потому что немного все-таки нам не хватает, чтобы купить торшер Чтобы купить столик Нам вот чуть-чуть не хватает Ребят, давайте дособерем, а? Все-таки я приехал не зря Потому что уж пол дела сделано Давайте до конца, пожалуйста Очень хочется, честно Еще раз, мы вам всем очень благодарны Даже любую помощь будем от вас рады принять Не важно, 10 рублей, там 30 рублей Вот смотрите, 10-30 это уже 40 Вот так вот три раза по 40 уже 120 Представляете, мы можем общими усилиями Довести студию до прям до красивого логического завершения Благодаря, только благодаря вам Ребят, мы прям очень ждем еще помощи Пожалуйста, давайте доделаем Я так честно, я прям горю Я подхожу к его подъезду и Заранее попрощаюсь Он, скорее всего, не знает то, что я снимаю Опа Это вон тут квартира А тут смотрите, что Макс ошибся Пардон Это какая квартира? Какой подъезд? Так, подъезд, подъезд, подъезд Да, подъезд не тот Сейчас все будет Вот это точно его Он, скорее всего, не знает то, что я снимаю Ой, куда звоню? Что это такое? Сейчас скажет конь Сейчас скажет конь Как это? У вас еще много вариантов, кто может прийти? Нет У вас очень тихий дымофон Да, просто свои дома ночью сидят Тогда я обратно поеду Вы не против? Да, не против Пока мы сидим Я тут вам, знаешь, что привез? Я тут вам немного привез подарок Я тут оставлю около двери Вы, главное, не забудьте Завтра, когда спуститесь, посмотри Вдруг, а то кто-нибудь заберет Обязательно хорошо Ну все, давайте-то, пока Рад был вас увидеть В смысле услышать Макс, привет, передавай Пока Все, пока Прочесались Вы же меня ждали Спасибо, что так сказали В общем, до завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok